Да, давайте. Вот, только не уходите внезапно так, не выключайтесь, чтобы никто не ругался. Мы пришли, имея в руках закон Божий, что Иисус Христос взял грехи мира и умер за нас, чтобы мы, веруя в Него, имели жизнь вечную. Евангелие от Марка, 16 главе написано, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. То есть сатаной вечно в огне будет гореть. Это не игрушка какая-то. Я вот уже здесь пятый месяц, но мы уже здесь нашли около тысячи человек, которые желают слушать. Вот, у нас есть большой ютуб-канал, если желаете, можете зайти. Большой, называется «Во свете Библии», «Во свете Библии» и добавить Игнатия Лапкина, это я. Найдите. «Во свете Библии». Такого нету ресурса во всем интернете. У нас 18 тысяч 900 роликов стоит. Ого. Да. Вот, я начальник детского лагеря, был 45 лет, мы показываем все. Как за слово Божие страдали. Как у нас женщины, девушки, как они одеты на богослужение. Два платка, как хиджаб. И платье до пола. У нас нету ни одного аборта, ни одного развода. Это мечтать только можно человеку. И это сегодня, вот сегодня, в этом уже, в 20-м году. Если у вас есть вопросы духовные о Боге, о вечности, о том, что будет дальше, вы можете задать. В принципе, нет вопросов, спасибо. Вопросов нету. Вот если вы по скайпу зайдете, Игнатий Лапкин, вы меня найдете сразу. Скайп. Здесь открылась наша, канал? Нет, мы просто с телефона не можем сейчас. А, не можете взять. Ну, вы запомните, запишите на карандаш. Во свете Библии. Он очень и очень многогранный. Я там студентам отвечаю на вопросы. На вопросы. 4 124 вопроса. Это все отдельно 55 папок. И мусульманство, и еврейство, и старообрядчество, и жизнь, работа, семья, дети. По отдельным папкам. Ну, вот запомните это, заходите. Если нет ничего, ладно тогда. С Богом. Храни вас Господь. Берегите себя. Никому в дом не заходите. Это опасно. С Богом. Да благословит вас Господь. С Богом. Да. Спаси Христос, чтобы только не ругались. А мы не ругаемся. Мы пришли сюда с великой миссией. Рассказать людям о любви Божией. И о вечности. Вы можете задать. Только чтобы не ругались. Смотрите. Нет, мы не ругаемся. Микрофончик поближе возьмите. Плохо слышу. Понимаете, вот встречаются здесь люди, которые говорят, Христос не был распятый. А как же было? Везде крест. Его прибили гвоздями. И он умер за грехи людей. И поэтому может и прощать. Потому что наш грех искуплен. Он умер за грехи людей. Грехи всего мира легли на него. Вот в этом все. Мы не религию проповедуем. Мы говорим. Люди, узнайте о Христе. Какую любовь Он оказывает нам. Мы виновные. Мы грешили. А Он за нас умирает. И Бог доказывает свою любовь тем, что он и за нас, когда мы были еще грешниками. Еще вопросов никаких нет. Наверное, еще с похмелья голова не работает. Нет. А то отпраздновали. Языческий праздник-то. Новый год это никакой не праздник. Со старыми грехами. Так же матерятся, так же пьют, наркоманят. Новый год начинается, когда человек рождается свыше. Уверовал в Бога, во Христа. А это какой новый-то год-то? Со старыми дырами. Правители, какие были, такие остались. Подчиненные, какие были, такие остались. Вот мы строим православную деревню. Одна деревня на всю страну. Где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. А это где-то края? Алтайский край. У нас нет ни одного аборта, нет ни одного развода. А сами откуда вы? Алтайский край, я сказал. Город Барнаул. А селение 150 километров от центра. И это вы можете зайти на наш ютуб-канал и все увидеть. У нас канал свой огромный ресурс. 18 850 роликов наших. Называется «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Откройте, не пожалеете. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. А если по скайпу Игнатий Лапкин, вы на меня выйдете сразу. А ты блогер? Да так, почти что. У нас большая посещаемость. Просмотров 44 миллиона. А это вы кто получаете? Ничего не получаем мы. Я делаю все бесплатно. Нет, я имею в виду, кто вы там. Ну, здесь вот я пришел для того, чтобы людям рассказать о Боге, о вечности. Я вот начальник детского лагеря, создал лагерь православный. 48 лет практически. Бесплатно. Тысячи детей подняли. Государство ни рубля не вложило. Только гнобили давили. Вы, если зайдете еще, сайт называется «Во свете Библии», там вы увидите, у меня вышли из печати 38 томов книг. И мы их развозили по стране, по всему миру. Подарили. Сделал. Чтобы люди имели жизнь вечную. Не погибли, с сатаной в аду не были. Для этого он взял грехи мира, умер. И воскрес для нашего спасения. Вопрос. Подождите, пожалуйста. А вопрос. А кто Библию написал? Библию писали, написано. Святые Божьи человеки, будучи движимы духом святым. Она писалась в течение 1600 лет и примерно 40 авторов. А именно ваше кто Библию написал? Ну, первые пять книг Моисей написал. Первые пять. Это Тора. Дальше. Иисус. Именно ваше. Именно ваше. Ну вот, которое я показываю вам. Да. Я по ней объясняю. Я говорю то, что она говорит. Господь говорит, я бодрствую над словом моим. Небо и земля прейдут, а слова мои не прейдут, не исчезнут. Дальше написал Иисус на вин. Далее Псалтырь Давида. Псалтырь Давида. Вы мне на вопрос так и не ответили. Кто именно написал ваше. Вот я начинаю говорить, вы перебиваете. Вот именно книжку распечатал. Кто ваш. Кто опечатал? Это синодальная. Вот написано Библией, книгой священного писания. По благословению патриарха. Это вот данная высокоблаженная. Вот она написана. Считайте. Кто написал? Не написал, а перепечатал. Вы вопросы задаете неверно. Вот перепечатал. Напечатал. Я это и спрашиваю. Кто напечатал вашу книжку? Вот слушайте, еще раз повторяю вам. Писали 40 человек в течение 1600 лет. Первые пять книг писал Моисей. Дальше Иисус на вин. Далее Самуил. Езре. Неемия. Давид Псалтырь пишет. Далее 12 малых пророков. Большие Исайя, Еремия, Иезекииль. Далее Амос, Иоиль, Осия, Малахия. И 11 книг неканонические. В Новом Завете первые четыре Евангелия. Матфея, Марка, Луки и Иоанна. И дальше Деяния апостолов. 14 посланий Павла. И последнее откровение Иоанна Богослова. Вот кто написал. Сколько тысяч лет, вы говорите? 40 человек в течение 1600 лет. Я вам третий раз отвечаю. 1600 лет? В течение 1600 лет. Ветхий Завет и Новый Завет вместе. Между одними книгами по 400 лет было. Они были в плену. В это время ни одной книги не вышла. Там пророк Амос и Агей сказали. Вы не дымите зря. Пока. Пока разговариваем. А то уже привыкли бы раболепствовать перед злой травой. Нехорошо даже. И хорошо. Что дальше? Дальше такое. Бог дал человеку свободу выбора. И говорит. Я предложил тебе огонь и воду. Благословение и проклятие. Жизнь и смерть. Но изберите жизнь. Зачем вам умирать? Это пророк нам говорит. 33 глава 3 стиха Иеремия. Хорошо. Я согласен. Так это же мой выбор. Что я хочу делать со собой? В пределах, конечно, терпения Божия. Не дымите. Делающий грех, есть раб греха. Но не можете во время разговора не дымить. А, у вас это смущает, конечно. Я вам отвечаю. Понимаете? Какое-то у вас уважение вообще нет. Я вот вам скажу. Смотрите. Мне за слово Божие пришлось много пострадать. У меня вышло 38 томов книг. Я был арестован. Прошел 5 тюрем и лагерь. И в тюрьме. Там люди отпеты бывают. По 6 ходке. Но ни один против ничего не скажет. Когда я начинаю проповедовать. А тут не успеешь сказать. Уже матеряться. А там живость. Говорят. Прикуси помело. И все кончилось. Я ни разу не матернулся. Слава Богу. Я это сынёв. Я ни разу не матернулся. Вот. Так. Мы пришли сюда в этот садом. В принципе я согласен. Но знаете вот такую ситуацию. Просто как вы говорите. Бог дал нам свободу выбора. Правильно? Вы сейчас отвлекаетесь. Несерьёзный такой мужик. Ну отставь эту игрушку-то свою. Посиди. Поговорим. Это моя свобода. Вот что я хочу. Ну так значит вы разговор наш в копейку не оценили. А я 57 трудился лет, чтобы людям ответить. Как бы я вёл занятия одновременно в пяти университетах. Три радиопрограммы. Во всех отделах милиции. Мы проехали от Владивостока до Лиссабона. Подарили книги в 650 городов. Это что на каждом шагу валяется. Мы свидетельствуем о вере с делами. А не просто фантазии. С нуля строим православную деревню. Я одна на всю страну, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. Сами дороги строим. Храм построили, школу. Своими средствами. Не Путин виноват, что у нас ничего нету. Вам же... Вы уже за политику гоните? Да не политику. Я человеке сказал, что винят его всегда. А ты ничего не делаешь, у тебя ничего не будет. Мы начали, у нас получилось. Мне Бог позволил создать детский лагерь. И я 45 лет, и три ещё в новом формате. Тысячи детей подняли без помощи государства. Тут уже политика пошла. Нет, не хочу обсуждать это всё. А вы зайдите на наш YouTube-канал. До свидания. Вы пришли сюда. Мы принесли великое сокровище. Людям рассказать о Боге, о Христе, о спасении. Что Иисус умер за грехи людей и воскрес. Чтобы, веруя в Него, люди жили по-божески, по заповедям Божьим. А здесь рулетка, здесь один разврат. Здоровые, крепкие мужики анонизмом занимаются. Ужас один. Да, да, да. Мы тоже это смотрим. Смешно просто. Смешно. Анонизмом занимаются. Да, да, голые мужики, женщины, совокупляются. Что попало делают. Хуже всякой скотины. Что вы можете нам посоветовать? Мне вчера один говорит. Хм... 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 ... Продолжение следует...